К процессу буксировки танкера и спасению акватории пляжей Дельфина активно подключились активисты Украинской морской партии Сергея Кивалова и курсанты морского училища номер 3 Одесской юридической академии. За работы на пляже в это утро наблюдали наши корреспонденты. Специалисты обратились за помощью к лидеру Украинской морской партии Сергею Кивалову и буквально на следующий день активисты политической силы присоединились к проведению операции. Также свой вклад в это дело вносят курсанты морского училища номер 3 Одесской юридической академии, которая сейчас проходит трудовую практику на учебной базе причала номер 175. Помимо помощи волонтеров, морское училище номер 3 юрокадемии предоставило свою территорию для базирования спасательной группы, а также всей спасательной техники. При поддержке Сергея Васильевича Кивалова Украинская морская партия активно участвует в организации спасения пляжа, спасения данного судна, спасения водной акватории и мы не могли остаться в стороне. Наши курсанты, которые заканчивают первый курс, проходят трудовую практику для того, чтобы они перешли на второй курс. Ребята, которые поступают перед первым курсом, тут также проходят практику. Курсанты морского училища номер 3 обычно проходят практику в портофлоте на различных типах судов, где в дальнейшем успешно трудоустраиваются. Токари практикуются на действующих заводах Стальканат и Одесскабель. В этом году руководство учебного заведения обеспокоилось судьбой потерпевшего крушения Делфи и решило задействовать курсантов в отбуксировке танкера. Более 20 лет назад училище стало структурным подразделением Одесской юрокадемии. Именно благодаря этому удалось сохранить учебное заведение, которое сегодня готовит мотористов первого и второго классов, матросов второго класса и токари третьего разряда. За годы плодотворной работы из морского училища вышли более 30 тысяч высококлассных специалистов. Многие из них уже работают капитанами, механиками, инженерами и управляющими крупными морскими компаниями. Ребята при участии в этой спасательной операции получают бесценный опыт. Они видят, как работают профессионалы. Здесь зашла судоремонтная компания, зашли ребята-водолазы, профи. Они у них работают подсобниками, то есть выполняют такие несложные работы. Они учатся, смотрят, видят, как работает компрессор, изучают его строение, смотрят на баллоны, как их заправлять, как ребята спускают на воду шлюпки, как заныривают, какие проводятся работы. Они знакомятся уже с морским делом, то, что, собственно, мы не даем. Это не наша программа, но им это интересно. Между делом мы здесь, преподаватели приходят, занимаемся с ним по программе вязание узлов морских. Мы им показываем, рассказываем, привлекаем для этого специалистов, которые здесь есть. В процессе отбуксировки участвуют около 200 курсантов первого и второго курса. В работы проводится соблюдение всех мер санитарной безопасности. Мы пришли с курсом, помогать кидать песок, загребать, убирать. Проходим практику, помогаем училищу наводить чистоту и нормально приводим здание в нормальное состояние. Переносим лишние ненужные вещи, чистим территорию от зарослей. Сегодня часть пляжа, где застрял затонувший танкер, закрыта для посетителя и находится под охраной. Работу планируется выполнить приблизительно в течение месяца.